Содействие избирательным комиссиям в создании всех условий для обеспечения волеизъявления граждан на выборах президента России, которые пройдут с 15 по 17 марта этого года, обязанность, возложенная на органы местного самоуправления федеральным законодательством. В преддверии начала избирательной кампании на заседании профильной рабочей группы в город администрации под председательством главы Самары Елены Лапушкиной обсудили основные вопросы организации избирательного процесса и функционирования избирательных участков на территории Самары. Наша с вами задача сейчас в рамках работы группы содействия избирательным комиссиям провести анализ подготовки участковых избирательных комиссий, территориальных избирательных комиссий, посмотреть, что у нас делается на территории, на подходных, подъездных путях к участковым избирательным комиссиям, всего ли хватает для работы избирательным комиссиям и что мы еще можем исправить. Для проведения выборов в Самаре образовано 472 избирательных участка на территории 9 внутригородских районов. Они располагаются в учреждениях образования, культуры и спорта. Каждый из них оборудован необходимой для голосования и работы избирательной комиссии оргтехникой, системами видеонаблюдения, сигнализации, кнопками вызова сотрудников полиции и Росгвардии. На всех участках во время голосования будет усилено содержание самого здания и прилегающей территории. Санитарное обслуживание. Будет обеспечен доступный подход и подъезд к участку, в том числе для маломобильных граждан. В период проведения голосования все обслуживающие организации, ответственные за содержание территории, переходят на работу в усиленном режиме. Руководители и персонал должны находиться на рабочих местах для устранения недостатков в кратчайшие сроки. На заседании рабочей группы главы внутригородских районов отчитались о ходе подготовки избирательных участков на вверенных им территориях. Для проведения выборов на территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара образовано 52 избирательных участка для голосования, которые располагаются в 32 зданиях. Еще два временных участка созданы в лечебных учреждениях Пирогова больница, полевая 8 с клиники СМГ МЭУ, Карла Маркса 165Б. Проверки закончились у нас на этой неделе. На заседании рабочей группы помимо глав районов присутствовали представители Росгвардии, сотрудники полиции, руководители профильных департаментов городадминистрации, заместитель председателя избирательной комиссии Самарской области. Он отметил, что 17 февраля стартует подымовой обход избирателей членами избирательной комиссии с целью информирования населения о предстоящих выборах. С 17 по 7 марта это одна из ключевых задач организации обходов, а по Самаре вот с сегодняшнего дня начали развоз последнего информационного материала, который нужно будет понести. Это у нас соответственно информация, буклет о зарегистрированных кандидатах. В ходе заседания рабочей группы участники встречи акцентировали внимание на необходимость дополнительного информирования граждан о месте расположения своих избирательных участков. Особенно это касается тех участков, которые изменили свое привычное место расположения. Таких адресов 4. Информацию о номере участка и актуальном адресе вы видите на своих экранах. Галина Топилина, Константин Головин. События.